Всем привет, с вами Джамбо Макс и сегодня мы поговорим об эксклюзивах Xbox One. Да, многие могут сказать, как говорить о том, чего нет, но я отвечу. Эксклюзивы Xbox все же есть, и если некоторые из них вышли на ПК, то они все равно остаются эксклюзивами, хоть и консольными. Недавно я выпустил видео об эксклюзивах PlayStation и ролик более-менее вам зашел, поэтому я и делаю это видео. Еще раз предупреждаю, что все сказанное в этом видео это мое субъективное мнение, и если оно не совпадает с вашим, то это не повод для агрессии. А то в прошлом видео с у него и что-то бомбанули. На Xbox One я пробовал намного больше эксклюзивных игр, чем на PlayStation 4. Оно и понятно, ведь консоль у меня с 2014 года. Сегодня я затронул такие игры, как Dead Racing 3, Rise in Rima, Gears of War Ultimate Edition, Halo Guardians, Quantum Break, Gears of War 4, Forza Horizon 3, Sunset Overdrive, Sea of Seas, State of Decay 2, Killer Instinct, Cuphead и Ori. Так как я их прошел от и до, и о них есть что рассказать. Такие игры, как Super Lucky Tail, Halo Master Chief Collection, Halo Wars, Halo Wars 2, Forza Motorsport, Record, сборник игр Rare, Scream Ride, я не трону. Так как я их по сути не играл, и свое мнение о них сказать попросту не могу. Есть еще такой эксклюзив, как Phantom Dust, но о нем я вообще ничего говорить не буду, так как я выключил эту игру сразу после начала. Также хочу отметить, что многие из перечисленных игр вышли на ПК, и некоторые из них вышли в Steam. И знаете, мое отношение сейчас к этому нейтральное. То, что игра вышла на ПК, это с одной стороны здорово, ведь теперь в нее поиграет намного больше людей и получат хорошие эмоции. И те, кто играет на Windows 10, смогут поиграть с пользователями Xbox, что расширяет комьюнити. С другой же стороны, это был капец какой обман со стороны Microsoft, и минус кроется в том, что люди на ПК скорее всего получат игру на халяву, или же купят за меньшую цену. И возможно будут использовать читы в онлайн режимах, играя с обладателями Xbox. Но сейчас об играх. Купив Xbox One, я купил сразу же три эксклюзива. Dead Rising 3, Сын Рима и Kinect Sport Rival. О ней я не буду говорить, ибо это игра для Kinect. И знаете, эти игры мне реально понравились. Я их прошел по несколько раз, и возможно это было все из-за того, что это были самые первые игры, которые я запустил на Xbox One. Да, такое тоже может быть. Dead Rising 3 мне понравился из-за ее атмосферности, простоты геймплея и из-за огромного количества зонбий. Играть было весело и прикольно, единственный и глобальный минус этой игры, это пожалуй ее баги. Игра не фризит, но идет не в высоком разрешении, в ней очень много багов. Но из-за этого не так бомбило, ибо все знают серию Dead Rising. Бомбило из-за капитальной недоработки одного момента, который так и не исправили. В игре можно собрать все предметы, но один из них просто взять нельзя. Ибо после того, как ты приблизишься и захочешь взять, игра просто зависит. И эту проблему, насколько я знаю, до сих пор не исправили. Чтобы взять эту вещь, надо переключаться на американский регион и просто брать ее. Согласитесь, что это капец какой бред, и ведь еще его называют эксклюзивом. Rise, сын Рима мне понравился намного больше, чем Dead Rising. Скорее всего из-за ее красоты, она нереально красивая. Также мне понравилась в ней механика, тематика и пожалуй подача сюжета. Игра не длинная, и из-за этого она просто не успевает надоедать. Боевка хоть и простая, но очень разнообразная. Насколько я помню, казни по-моему тут около ста. И все они очень брутальные и красивые. Это одна из игр, которые реально чувствуешь в Next Gen. И на самом деле я очень жду продолжения. Реально клевая игруха получилась. И кстати, хочу заметить, что даже в таких играх у Microsoft есть мультиплеер. Среди этих игр был бесплатный Fighting Killer Instinct, который я также опробовал. Игра мне напомнила Street Fighter, ибо механика у них немного схожая. И знаете, файтинг реально неплохой. С учетом того, что ты можешь купить только тех персонажей, за которые хочешь играть. Вначале игра была сырой, ибо шла в невысоком разрешении и довольствовалась несколькими режимами. Но сейчас же игруха выросла в разы, и получила сюжетную кампанию, много новых персонажей, а также новые режимы. Как и эксклюзивный файтинг, Killer Instinct реально годный, но на любителя. Но мне он понравился, и я иногда в него захожу. Кстати, если хотите турнир по этой игре, голосуйте в правом верхнем углу. Gears of War Ultimate Edition. Я очень хорошо отношусь к серии Gears, но эта часть мне понравилась лишь сначала. Так как нахуяне не было ни одной гири, над ней хорошо постарались, ибо она хорошо выглядела. И что понравилось мне, это то, что перевели ее полностью на русский язык. И как разогрев перед четвертой частью, она вкатила. Но на самом деле, это лишь попытка продать еще раз старую игру. Но надо отдать должное, ибо ей занималась новая студия, и поэтому это была лишь подготовка к продолжению серии. После появилась Halo Guardians. И знаете, несмотря на большое количество положительных отзывов и море фанатов, игра мне в большей степени не понравилась. Из-за того, что я не играл в предыдущей части, я не понял сюжета, и сама суть геймплея мне показалась очень нудной и скучной. Ты бежишь, стреляешь во врагов, ты упил, и смотришь ролик. И так до самого конца. Даже никакого экшена нет. Единственное, что мне понравилось в этой игре, так это мультиплеер. В нем я просидел довольно много, и он не зашел из-за механики. Quantum Break. Это было нечто. Игра мне очень понравилась, ибо в ней нереально крутой сюжет, и очень прикольная задумка с сериалом. Прикольная механика и классные возможности персонажа. Но минус этой игры в ее недоработанности. В игре есть баги и недоработанные мелочи, типа обойма не вылетает с оружия. Все-таки идет восьмое поколение, и тут надо постараться. Также в этой игре в начале было очень тупое решение, а именно добавить зернистость для кинематографичности. Лично меня это капец как бесило и давало понять, что игру сделали не очень качественно, и всеми способами хотят это скрыть. В целом, от игры я остался без ума и очень жду продолжения. После этого, в следующем году вышло два громких эксклюзива, которые я с радостью взял, а именно Gears War 4 и Forza Horizon 3. От той и другой игры я остался без ума и понравилось мне абсолютно все. Gears War 4 мне очень понравился графон, подача сюжета, ибо он нас знакомит с новыми персонажами, не забывая старых, и дает капец какое продолжение на будущей части. Также в этой игре очень нравится мультиплеер, в него я до сих пор иногда поигрываю. Это, пожалуй, один из реально качественных эксклюзивов Microsoft, который заслуживает всех своих похвал. И да, пятую часть я очень жду, ибо в ней раскроют много подробностей сюжета. Forza Horizon 3 понравилась опять же из-за ее красоты, аркадности и возможности подстраивать под себя сюжет. Я не любитель гонок и не сильно разбираюсь в автомобилях, но серия Horizon мне очень нравится, и я реально кайфул, когда я еду на крутой тачке в красивые местности. На самом деле, я не знаю, за что не любить эту игру, ибо она реально клевая в своем жанре. После я пошел на хваленный Sunset Overdrive, для которого просят продолжения. Но честно, я не понял, почему всем игра понравилась. Лично мне она не понравилась, и я ее прошел лишь потому, что хотел ее пройти. К концу игры я был просто безумно рад, что все это закончилось. В игре реально неплохая визуализация, все красочно, красиво, но блин, бессмысленные катания и детские перестрелки меня не вкатывают. Игра подана в неформальном стиле, со сломанной четвертой стеной, но мне не понравилась. Мне показалось все однотипно и скучно, и я точно не хотел бы видеть продолжение. После мне довелось пройти Ori и Cuphead, и хоть я не фанат аркад, но эти игры мне реально понравились. Они оставили только положительные эмоции, и я к ним просто не могу придраться. Для своего жанра они вышли очень красочными, атмосферными и прикольными. Для фанатов жанра эти две игры, я считаю, ну просто обязательным это прохождение. Дальше же я пробовал Sea of Seas и State of Decay 2. Море воров оставило двоякое ощущение, и я до сих пор не могло окончательно определиться, нравится она мне или нет. В ней реально классная задумка и механика, провел я в ней реально много времени. Но однообразие и бессмысленность это беда этой игры. Даже не являясь фанатом пиратской тематики, я могу предложить кучу идей этой игры для ее разнообразия. Но спустя 3-4 года Rare выпустила пустую и бессмысленную игру за 4К. Сценника я конечно выпал, и спасибо, что ее добавили в Xbox Game Pass. А то если бы я ее купил, пукан бы у меня пригорел. Так же как и от покупки State of Decay 2. Вторая часть зомби апокалипсиса стала первой игрой серии, которую я опробовал. И последний. После включения всех увиденных багов на релизе, у меня полностью отпало желание играть в эту игру. И не у меня одного. В игре нереально жуткая анимация, плохая визуальная составляющая. И вся игра мне напомнила Sims, в котором ты должен удовлетворить всех своих жильцов. Игра очень на любителя и вкатила лишь фанатам. Но к этой игре я отношусь негативно, и к этой серии я больше не хочу возвращаться. Если сравнивать эксклюзивы двух платформ, а именно эксклюзивы Xbox One и PlayStation 4, то нельзя сказать, где эксклюзивы лучше или хуже. Можно лишь сказать, что каждый игрок может найти себе что-то по душе и остаться довольным. Вот такое мнение у меня об эксклюзивах Xbox One. Большое спасибо, если вы досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, оно вам понравилось. И если это действительно так, то ставь лайк, подписывайся на канал и рассказывай об этом видео своим друзьям. Также напиши в комментариях свое мнение об эксклюзивах Xbox One. Спасибо за просмотр. До новых встреч!